Сегодня у меня будет видео от Мотоблок Стэнли 1900 и новый Буду разбирать коробку, смотреть как она устроена Покажу и плюс буду выяснять откуда там шум идет в коробке Поэтому сейчас начну делать Завожу его Звук громкий такой, поэтому надо сейчас слить масло с трансмиссии Отсоединить двигатель и разбираться в чем проблема Сейчас буду дальше снимать Получается соединил двигатель от него И проблема Первичный вал и вот такая вот болтанка идет Вот так болтается Снял сцепление, теперь вот так вот вал идет Так, теперь что мне надо сделать Мне надо Снять Вилочку тут вот сниму Расплинтовать шплинт Откручиваю колпачок вал отбора мощности Так, вот здесь потом у нас на 13 сцепление Так, вот здесь потом у нас на 13 сцепление Так, он взял на пневмонку Так, открутил У меня есть вот эта вот гайка с многолапчатой шайбой Теперь надо мне снять ее Так, а теперь надо открутить Гайку, шайба Теперь снимаю дальше Опорный, опорный подсальник И буду доставать Так Так, вот видно как болтается подшипник Вот это подшипник Вот подшипник такой Уже новенький подшипник Покажу, чем фишка Они у меня идут закрытые Закрытого плана И крышку сепаратора я открываю только с одной стороны Получается Вот А тут у меня закрыто То есть масло То есть поступать для самих шариков Для смазки будет А дополнительную нагрузку на На сальник уменьшается в этом случае Поэтому Если кто будет делать Чтобы иметь ввиду Можно так вот Дополнительно сальник скажем Не напрягать Все, теперь закручиваю 4 болти Можно Два вот этих вот Можно зажимать Ставить И потом после этого Буду ставить Первичный вал И уже Стопорить все И двигатель Все обратно буду собирать Я буду пробовать водителя И слушать звук уже Думаю, что конечно же его не будет уже Тут уже очевидно, что Была проблема Подшипники Как бы Это вот Все, я зажал Вот эту вот Скажем Опору И она же Скажем Оправка для сальника идет Она же Держит у нас Подшипник Тот, который 204 Чтобы он не смещался Поэтому я сразу Два винта закрутил Когда я буду ставить Первичный вал Чтобы он не смещался Чтобы не выходил Подшипник обратно Из посадочного Теперь беру Первичный вал Вот он такой Вот вставлять Буду отсюда Тут фишка в чем Что Есть вилка Ставится Сейчас сниму Вот вилка Вот она Вилкой ставится Вот под скос Ставится вперед Всегда Не здесь А вот именно На большую шестеренку И вот она Вот так вот Вкидывается сюда Рычагом Подвожу Есть Все Теперь Смело Можно Можно Наставку Взять Я никогда Не беру Все Сел Теперь Что я делаю Что я делаю У меня Вот потом Следующая Сборка Пошла Упорная Такая Скажем Она Ставится На сальник Чтобы со стороны Сальника Масло Не пускалось Вот сюда Ставится Вот она Здесь сделана Фаска Чтоб он Легко Входил Сальник Все Вот так Вот И теперь Можно Наставочка Чуть Утилу Теперь Много Лапчатая Шайба Гайка Все Я поджал Теперь вал У меня Никуда Не сместится Пока Ничего Не стопорю А теперь Начинаю Делать Сбор Собираю Обратно Ставлю Вилку Вилочку Для выжима Сцепления На место Сразу Вот Вот она Вставляется Сюда Вот у меня Этот вал Вставляю Вилочку И теперь Теперь тут у меня Еще есть Надо Зашплинтовать Пальчик Так Вот пальчик Ставится Только Сверху Поставил Пальчик Поставил Вилочка На месте Теперь Начинаю Собирать Сцепление Уже Вот здесь Этот Выжимной Пошивник Скажем И сцепление Блок Блок Сцепления В сборе Такой Идет А Кстати Давайте проверим Насчет вал Болтается Или нет Вот я поставил Новый подшипник И вот Смотрите Вал уже Вот Минимально То есть Это допустимо Потому что Здесь Второй подшипник Станет В этом месте Будет Двести второй И этот Двести второй Подшипник У нас Опирается Вот на Корзине Сцепления Выемка В него есть И соответственно Потом на коленвал То есть Она висит И все Опора капитальная То есть Уже ничего не будет болтаться Теперь Сцепление Откидываю Потом У меня После сцепления Идет Вот такая Вот шайба Идет Толстая Такая Она ставится Сюда И сразу Можно проверить Этот подшипник Этот подшипник Мне тоже Кстати Не нравится Он не рабочий Он перестал Крутиться Он кстати Крутился А сейчас Перестал Вот все Я не могу Его Крутить Беру Новый подшипник Вот ставлю Новенький подшипник Вот он Вот Отличие от того Сейчас покажу Еще раз Вот я беру Его Не хочет Крутиться Новую Вообще Заклинивши Ставлю Сюда Его Так И теперь у меня После этого Я зажимаю Этот вот болт Который держит Ну Сам Получается Выжимной Подшипник Чтобы его поставить У меня еще есть Наношу Резьбовой Герметик Для фиксации Так Наношу Герметик Все И сейчас Буду закручивать Все Закрутил Плюс Герметик Он высыхает Без доступа к кислороду Так А теперь Теперь что Ставлю сюда Так Сопраное Кольцо Ставлю Все Здесь Чтобы вал Не смещался А теперь Вкидываю Маховик Скажем Корпус Вот он сюда Все вставил Теперь Снимаю Ставлю прокладку Обезжириваю Наношу Герметик С двух сторон И ставлю Обратно У меня есть Герметик Установил прокладку Теперь Закинул двигатель Уже Стыкую Ставлю 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 Четыре болта На подножку У меня идет На коробке Я пока не прикручивал Чтобы мне легко было Что-то поставить Теперь получается Когда я установил Двигатель Теперь я могу Легко Зажать Гайку Вот эту Включаю Передачу Беру Наставочку И гайку Просто есть ключ Специальный Но у меня К сожалению Пока нет Все Закручиваю И потом Гайку Эту надо будет Зашплинтовать Все Сейчас почти Совпало Еще чуть-чуть Так Совпало Теперь Усик один Я загибаю Вот он Сюда Есть Теперь После этого Ставлю Защитный чехол По отбору Мощности Так Поставится шпонка Она в комплекте Всегда идет Защитный чехол Так Так Вот так Пошел Теперь Закручиваю Закручиваю Здесь у меня Здесь у меня будет Скажем Что Останется Залить масло И запустить Его Расскажу Такую ситуацию Вот у меня Пришел Мотоблок Ну этот же Провод не буду Включать Хотя Можно его Но это Чистая Масса Приходит Бывает Мотоблок Коробки Новые Надо Подключить Провода Как их Подключить То есть Как разобраться Скажем В этой Кучке Проводов Начнем С самого Легкого Вот Находим Два провода Точнее Один провод Но такая Двойная Фишка Это Выходит Из-под Бака Это Идет У нас Чисто На Глушилку Потом У нас Есть Реле Это Датчика Масла Бывает Что Реле Такого Нет В комплектации Поэтому Без него Тоже Все Работает Но когда Оно Есть Подключаем Все В цепь Начинаем С датчика Желтый Выходит Из картера Проводок Это Датчик Масла Желтый Вот Этот Который Рукой Держу Второй Есть На Реле Желтый Соединяем Вместе Все Здесь Понятно Здесь Собрали Потом Черный Выходит Из реле Мы Его Подсоединяем С тем Проводом Который Идет Из-под Бака На Двойную Фишку Потом Есть У меня Следующая Глушилка Когда Ты хочешь Заглушить Мотоблок Это Уже У нас Аварийная Ручка Вот Она На Руле Красный Рычажок Вот Она Чтобы Она Очень Удобная Вещь Когда Человек Только Купил Мотоблок Еще Не На Опыте Вырвался Из рук Он Мотоблок Заглушит Вот Эта Ручка Но Все Надо Проверять Чтобы Она Работала Вот И Вот Этот Проводок Идет Из Ручки Один Вешается На Землю Сейчас Я Откручу Еще Болтик Вот Такой Двойной Бывает Встречается Что Одинарный Проводок Но В том Случай Когда Одинарный Тогда Получается Надо Будет Зачищать Руль Сам Руль До Металла Вот Этот Корпус Этой Ручки Красной Защищаем До Металла Чтобы Она Контактировала Вместе С Ручками Тогда Будет Как бы Земля Когда Двойной Провод Тогда Мы Просто Берем Находим Болтик Он Скорее В комплектации Будет Ити На Моторе Очень Много Мест Куда Можно Прикрутить Все Это Прикручиваем Сюда И Этот Желтый Проводок Я Цепляю На Тот Провод Который Выходит Из-под Бака Двойная Фишечка То Что Я Говорил С самого Начала Подключения Вот Вот Сюда Все Подключили Потом У нас Еще Остается Вот Еще Немного Проводов Это Уже Провода Идут У нас На Фару С Фарой Как Разобраться С Фарой Вот У нас Есть Сам Мотор И С Мотора С Под Маховика Выходят Два Провода Один Коричневый Один Желтый Они Могут Разно Цвета Быть Поэтому Несущественно Два Провода Вот У нас На Кнопку Тут У нас Принцип Идет Чистое Размыкание Поэтому Здесь Соединяются Вот Фишки Папа Мама Соединяем Их Очень Легко Все Подсоединили И Потом Берем Уже С Фары Тоже Два Провода Соединяем Мама Папа Тоже Сюда Есть И Второй На Глушилку И Теперь Все У нас Уже Соединена Кнопка Выключения Бывает Встречаются Модели Без Выключателя То есть Сразу Включается В цепь С двигателя Но в этом Суще Тогда Фара Будет Постоянно Гореть Все Потом Когда Можно Такой Вот Есть Моторик Подмотать Сюда Все Здесь Накручиваем Болтик На 8 Поставил Двигатель На Коробку Уже Заведем Послушаем Есть Ли Это Звук Проверим Чтобы Была Нитрал Она Есть И Сейчас Заводим Все Ровно Заработал Ничего Нигде Никаких Посторонних Звуков Поэтому Собираю До конца Оставлю Воздушный Фильтр Послушаем Тросик Ну И Буду Отдавать Дальше В Работу Так Вот Короче Разобрался В чем Проблема В Коробке Выяснил Что Человек Ну Немного Не Далил Масла В Коробку То Он Поработал На Нем И То Общался Я С ним Разговаривал Как Это Получилось Он Мне Рассказал То Залил Масло Сразу Коробки Все У Него Хорошо Все Получилось Пощупу Но Через Какое То Времени Не Просмотрел Скажем Потому Что Масло Пока Попадет В Редуктор Должно Поменяться Воздух С маслом Поменяться Там Маленькое Такое Отверстие С двух Сторон В Редукторе То Масло Густоватое Сейчас Еще Подмерзло И Поэтому Получился Поломка Из-за Этого Поэтому Очень Внимательно После Того Как Вы Меняете Масло Или Женовое Заливаете Всегда После Того Как Залили Масло В Коробку Через Какое То Время Через Полчаса Через Час Проверьте Уровень Масла Чтобы Его Хватало Чтоб Не Получалось Таких Дурацких Поломок Именно Из-за Нехватки Масла Продолжение следует